Курорт снова задыхается от брошенного автотранспорта. Только в центральном районе выявлено 67 машин, которые считаются бесхозными и занимают придомовые территории. Все они имеют своих владельцев, которые не торопятся расставаться со своим ржавеющим транспортом. Мэр поручил городскому департаменту транспорта и связи совместно с главами районов быстро и эффективно решить проблему. На следующей неделе вы доложите мне о том, что есть площадки, вы доложите, сколько транспорта туда перевезено. И если, по-вашему, кто-то из глав районов проявит безучастность, тоже его назовете. Я тоже его накажу. Процедура борьбы с бесхозными машинами проста. При обнаружении такого автомобиля на его лобовом стекле размещают обращение к владельцу с требованием отремонтировать машину или утилизировать ее. Одновременно полиция ведет поиск самого автолюбителя. Если его установить не удается, автомобиль через суд признают бесхозным и передают муниципалитету для использования или уничтожения. 48 собственников уже получили уведомление с требованием разобраться со своим автоимуществом по закону. По большому счету администрация не должна убирать транспорт. Но у нас некому другому убирать. ГАИ вообще удивится, что это их задача. Борьба с бродячими животными тоже получила новый виток. Главный ветеринар курорта отметил, в селах сейчас усилена работа по профилактике вирусного надулярного дерматита, который пришел со стороны Ирана, Сирии и Турции. Бродячих коров и лошадей, других животных на улицах города не должно быть вовсе. А пасущийся скот должен быть под присмотром владельцев. Иначе его будут забирать с улиц спецтранспортом. Хочу напомнить, что с апреля в Альгарском районе по улице энергетиков 2 работает убойный пункт. Там же находится площадка для временного задержания бродячих животных. В первых появился специализированный транспорт с крепкой. Полиции курорта также было дано поручение усилить уровень безопасности во время проведения кинофестиваля «Кинотавр», где в кинозале под открытым небом собирается большое количество горожан и гостей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.